В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В Ненинском округе может появиться база практической стажировки спасателей и тестирования спецтехники в арктических условиях. Идея была озвучена в ходе встречи Юрия Бездудного с заместителем министра МЧС России Алексеем Серко. Более полутора миллионов рублей штрафа заплатят представители компании «Полярное сияние» за разлив нефти на Десушевском месторождении. Такое решение вынес Наринмарский городской суд. Ненинский округ вошел в тройку лидеров порождаемости среди субъектов страны. За 8 месяцев текущего года в регионе появилось на свет 383 ребенка. На какие меры поддержки могут рассчитывать семьи с детьми? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Ненинский округ с рабочей поездкой посетил статс-секретарь, заместитель министра МЧС России Алексей Серко. В ходе поездки он проверил готовность пожароспасательных подразделений, дислоцирующихся на территории округа, а также казенного учреждения Ненинского округа поисково-спасательную службу, в том числе подразделения ЕДД-112. Кроме того, состоялась встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Ненинского округа Юрием Бездудным, в ходе которой стороны договорились сохранить спасательный пост МЧС в Амдарме. Я хотел к вам обратиться с просьбой сохранить там спасательный пост. Он просто необходим в Амдарме. Мы понимаем, что там небольшая численность жителей, но мы очень переживаем за этот населенный пункт. Почему? Потому что он находится на удалении от Наринмара. И вот даже последняя чрезвычайная ситуация, которая там возникла с пожаром, и то, как реагировали на них, мы понимаем, что там вот этот спасательный пост очень необходим. Более того, я хотел обратиться с просьбой такой же спасательный пост разместить еще и в Индике. Это тоже такая очень важная точка для нас на карте. Мы предполагаем в будущем реализовать там очень крупный проект федерального значения. И хотели бы, чтобы там тоже появился спасательный пост. Амдарма – это, значит, съемный путь. Мы никак не можем уменьшать. Мы точно должны принять решение по тому, либо мы должны модернизировать как-то, то есть что-то там изменить. Но в любом случае мы не будем никогда в Арктике уменьшать наше присутствие. А мы должны как раз оптимизировать и понять, либо усиливать, либо, опять же, вместе с местными властями подумать, как правильно использовать. В продолжении темы Юрий Бездудный высказал идею о создании федеральной программы по оснащению арктических регионов специальной пожарной техникой. Мы, может быть, могли бы выступить инициаторами создания некой программы по оснащению техникой регионов, которые расположены в арктической зоне. Специальной техникой. Такая техника есть. Да, арктической техникой. И может быть, вот вы знаете, как в стране в свое время была программа, когда школьные автобусы поставлялись. Федеральная большая программа. Вот, может быть, для таких регионов тоже под эгидой Министерства чрезвычайных ситуаций разработать такую программу оснащения техникой для арктических регионов, пожарной техникой. Мы очень не нуждаемся в этой технике. Понимаем, что такая техника должна быть в каждом населенном пункте. И если бы эта программа появилась, мы бы тоже к ней с удовольствием подключились, а может быть, и выступили даже пилотным регионом. Также глава округа обсудил с заместителем министра возможность организации в округе базы практической стажировки спасателей и тестирования спецтехники в арктических условиях. Все предложения, озвученные на встрече, будут представлены главе МЧС Евгению Зиничеву. Более полутора миллионов штрафа заплатят представители компании «Полярное сияние» за разлив нефти на Десушевском месторождении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ненинского округа. Напомню, 8 июня этого года из-за разгерметизации скважины произошла утечка нефтесодержащей жидкости на почву. К месту происшествия выезжали представители прокуратуры, МЧС, профильного окружного департамента, а также эксперты Росприроднадзора. Сотрудники природоохранного ведомства установили, что общая площадь загрязнения земель более 350 квадратных метров, а уровень содержания нефтепродуктов в пробе почв превышает их концентрацию в 40 раз. Вред, причиненный окружающей среде, по расчетам Росприроднадзора оценен в 1 миллион 600 тысяч рублей. Наринмарским городским судом удовлетворено исковое заявление прокурора округа о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в результате разлива нефтесодержащей жидкости на почву. Решение суда не вступило в законную силу. И теперь информация об эпидемиологической обстановке в регионе. За сутки в Ненинском округе выздоровели два пациента, перенесшие коронавирусную инфекцию. Оба – жители Наринмара, которые проходили амбулаторное лечение. Кроме того, зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19. Это житель окружной столицы, вернувшийся в Наринмар из другого региона. Болезнь протекает в легкой форме, поэтому пациент получает лечение на даму. Таким образом, в Ненинском округе с начала пандемии зарегистрировано 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 305 человек полностью излечились от заболевания. Три скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. На лечении в стационаре Ненинской окружной больницы на сегодняшний день находится один пациент с диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечение получают 12 человек. Из них 9 – жителей Наринмара, 3 – вахтовики с Южно-Шапкинского месторождения. Затянувшаяся история с капитальным ремонтом участка канализационного коллектора в центре Наринмара перешла в стадию применения штрафных санкций к подрядчику. Мини-предприятие «Вершина» из Новосибирской области должно было завершить все работы 1 сентября. Тему продолжит Михаил Веселов. Малоприятный запах, уже долгое время источаемый этим колодцем, изрядно поднадоел и прохожим, и всем тем, кто вынужден жить и работать по соседству с ним. Место ведь оживленное и густонаселенное. Тут и многоквартирный дом, прозванный «Титаником», и дом печати с офисом Ненинской компании «Электросвязи», редакциями окружной газеты и нашей телекомпании, но, что самое главное, буквально напротив – вход в школу номер один. Жильцам это неприятно, ну, населению неприятно, и нам самим неприятно. И школа рядом. И школа рядом, это самое важное. Хочется это все закончить, ну, посмотрим, как подрядчик себя поведет. Увы, пока что подрядчик себя проявил не лучшим образом. Контракт, который был заключен 6 апреля этого года между нашим ПОК ИТС и обществом с ограниченной ответственностью «Вершина» из города Черепаново Новосибирской области, должен был быть исполнен 1 сентября. Сумма контракта первоначально составляла 5 миллионов 200 тысяч рублей. В ходе тендера она была снижена на 1%. Почему ни одно из местных предприятий не пожелало взяться за эту работу? Очень уж сложная задача. Нет ни специализированной техники, ни соответствующего опыта. Многострадальный участок рядом с 1-й школой, это точно такая ситуация, как и на Оленной была. Вот возле 4-й школы, это точно такая ситуация. Но она еще усугублена тем, что там очень близко идут и электрокабеля, и кабеля связи, и газопровод низкого и высокого давления, очень стесненные условия для работы. И также глубина 8-9 метров. По этой причине, чтобы добраться до треснувшей трубы с диаметром 50 сантиметров, надо сделать шурф. Проще говоря, глубокую и узкую яму. Да еще и оградить ее металлическими стенками, чтобы не повредить соседние коммуникации. Потребуется вибропогружатель с подъемным краном и гидростанция. Все это в Наринмар уже доставлено. Немного информации о предприятии «Вершина». Это не новичок на подрядном рынке России. За пять лет «Вершина» являлась поставщиком в девяти десятках госконтрактов на общую сумму свыше 130 миллионов рублей. А в качестве участника выполнения контрактов мини-предприятие отметилось 243 раза на сумму свыше 700 миллионов. Кстати, в число его 15 крупнейших заказчиков за последнее время входили и три организации из Ненецкого округа. В прошлом году «Вершина» меняла кровлю на здание искательского детсада, занималась ремонтом энерголинии в этом поселке. Там подрядчик свои обязательства выполнил. Претензий нет. Но в этот раз... Подождем еще сколько, ну месяц хотя бы, да. Как будут эти работы, мы потом имеем право подать в суд на подрядчика и внести его в реестр недобросовестных поставщиков. Между прочим, у «Вершины» есть еще один контракт с нашим по КТС. По техническому перевооружению котельной номер 9, которая снабжает теплом окружную больницу. Срок исполнения контракта истекает совсем скоро, 18 сентября. Но там, как говорится, еще и конь не валялся. Даже огромная дымовая труба, которую нужно заменить, в Наринмар пока не доставлена. То есть в адрес «Вершины» будет направлено еще уведомление о применении штрафных санкций. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Михаил Веселов, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев. Телекомпания «Север». Новый льготный режим. Обновленная редакция налогового кодекса предусматривает отмену единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. О новых льготных режимах, а также сроках перехода в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Упрощенная система налогообложения – самый распространенный из специальных налоговых режимов, перейти на который смогут индивидуальные предприниматели и организации в добровольном порядке с 1 января 2021 года. Федеральной налоговой службой на сегодняшний день разработан специальный информационный ресурс, называется «Выбор подходящего режима налогообложения». И в зависимости от категории от налогоплательщика, это индивидуальный предприниматель или организация, каждый налогоплательщик может определить для себя и выбрать новый режим налогообложения. Главные критерии и принципы выбора – это объем выручки от своей деятельности и количество налогоплательщиков. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящий налоговый режим – упрощенную систему налогообложения доход, доход минус расход или патентную систему. Заявление о переходе необходимо подать не позднее 30 декабря 2020 года. Стоит обратить внимание налогоплательщиков, если налогоплательщик не выберет самостоятельно новый для себя режим налогообложения, то он рискует перейти автоматически на общую систему налогообложения. Этот риск связан с тем, что общая система налогообложения предполагает исчисление всех видов налогов – федеральных, региональных и местных, установленных нашим налоговым кодексом. В том числе введение бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности в отношении налога на добавленную стоимость. Добавлю. Выбрать альтернативный режим налогообложения можно на официальном сайте налоговой службы через личный кабинет. Если не подходит ни один из специальных налоговых режимов, то автоматически будет выбрана общая система налогообложения. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ненецкий округ вошел в тройку лидеров порождаемости среди субъектов страны. За 8 месяцев текущего года в регионе появилось на свет 383 ребенка. О том, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать окружные семьи, расскажет Александра Литкова. С начала текущего года в Ненецком округе оформлено 383 акта о рождении детей. Мальчики лидируют. Их родилось 213, а девочек – 170. Среди них две двойни. Рождаемость в регионе за последние несколько лет держится примерно на одном уровне. Позитивно сказываются многочисленные меры поддержки населению. При рождении первого ребеночка можно оформить региональную выплату за рождение малыша, а также выплату при рождении первого ребеночка, который у нас идет по указу от президента Российской Федерации. Помимо этого, можно заявиться на комплект для новорожденного ребеночка в течение 28 дней с момента рождения ребеночка. При рождении второго ребеночка также можно оформить региональную выплату по рождению второго ребеночка – 1000 рублей 80 копеечек на сегодняшний момент. Ну и там есть разные градации – одинокая мама, не одинокая, мама коэффициенты. И оформить региональную единовременную выплату по рождению второго ребеночка. С рождением третьего малыша семья получает статус многодетной. В этом случае мер поддержки становится больше. В этом случае расширяется спектр услуг, на которые могут заявиться многодетные семьи. Это получение удостоверения многодетной семьи, коммунальные услуги, переход на немного другое основание при получении выплаты 1300 для проживающих в регионе более 5 лет. И если прожиточный минимум в семье не выходит с одного прожиточного минимума за предыдущий квартал, то там назначается выплата на третьего ребеночка в размере прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, при рождении третьего ребенка семья получает право на региональный материнский капитал. Программа стартовала в 2011 году и также является значительным подспорьем с семьям с детьми. Размер материнского капитала в 2020 году у нас составляет 379 911 рублей. Начиная с 1 ноября 2019 года, семьи могут получить сертификат на материнский капитал не только при рождении и усыновлении третьего ребенка, но и последующие, четвертые, пятые и так далее детей. Сертификат на региональный материнский капитал могут получить жители региона, проживающие здесь не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка. Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата не ограничен. С начала реализации программы средствами маткапитала воспользовались более 1600 семей. Распоряжаться средствами окружного материнского капитала можно одновременно по двум направлениям из 11. Это улучшение жилищных условий, это достаточно популярное направление. Это значит покупка, строительство жилья, ремонт жилья и погашение ипотечного кредита. Приобретение транспортного средства. Транспортное средство – это автомобиль, снегоход, лодка, лодочный мотор. И возмещение расходов по приобретению товаров длительного пользования. Это имеется в виду у нас практически вся мебель и бытовая техника. Что касается государственного материнского капитала, то для семей, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, его размер составит 466 тысяч рублей. А с рождением второго ребенка материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей. И таким образом составляет 616 тысяч рублей. В начале 2020 года фонд провел публичную оценку итогов реализации инициатив, поддержанных в 2018 году, в том числе и регионального социально значимого волонтерского проекта «Наследие Пустозерска». По результатам экспертной оценки, проект Ненецкого округа вошел в сотню лучших проектов, реализованных при поддержке фонда грантов президента России. История наших лагерей, волонтерских лагерей, она уже довольно-таки продолжительная. Мы начали проводить лагеря с 1997 года, то есть уже больше 20 лет. Вначале эти лагеря носили карьерическую направленность, но вот с 2010 года мы уже стали привлекать волонтеров. И каждый год мы сюда привозим волонтеров, молодежь, чтобы они почувствовали свою причастность к истории, помогли нам как с уборкой территории. В рамках реализации волонтерского проекта «Наследие Пустозерска» региональное общество краеведов совместно с сотрудниками Пустозерского музея организовало 4 волонтерских лагеря. За два года продуктивной работы в проекте приняли участие более 600 человек и 8 приглашенных научных специалистов. Силами волонтерских объединений и сотрудников музея-заповедника Пустозерска был создан экологический маршрут «Большая пустозерская тропа», на протяжении которой расположены 8 арт-объектов. «Большая пустозерская тропа – это маршрут более чем на 8 километров». В 2019 году силами волонтеров и мастеров была обустроена в стиле ленд-арт так называемая входная группа. В роли инициаторов проекта выступили общество краеведов и Пустозерский музей. Пустозерское городище – это объект культурного наследия федерального значения и объектом охраны которого является культурный слой, достигающий Пустозерский до 4 метров. И, собственно, конечно, проводить какие-то землеустроительные работы без раскопок там невозможно. И, собственно, устанавливать тоже нежелательно что-то. То есть сохраняется культурный слой и, собственно, и все. Сохраняется тот дух поселения, бывшего здесь с конца 15 века и фактически до середины 20 века. Поэтому все эти конструкции, которые вы видите сейчас, они установлены за пределами городища. Сейчас вы видите как раз вход на экологический маршрут, который длиной 8,5 километров. И на его барельефе изображены те живые объекты, которые встречаются вдоль этого маршрута. И входная группа у нас сделана силами сотрудников музея, волонтерами и мастерами, художниками творческой студии «Тайбола». Это город Середвинск. В результате реализации проекта удалось увеличить поток туристов, посещающих территорию музея-заповедников в два раза. Возросло и количество членов в региональном обществе краеведов. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является городское кафе «Артишок». Продолжение следует...